всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть уже завтра завтра стартует марафон завтра 1 ноября это значит что нам с вами сегодня нужно подготовиться составить меню я это конечно же сделала для того чтобы вам проще было начать и плюс еще завтра 1 ноября отчетный день мы сегодня сергеем потому что в весы не брали с собой как-то дополнительно не эта мультиварка они покупали и так далее то есть времени совсем не было поэтому сейчас снимем видео и пойдем сергеем добывать весы чтобы завтра был вариант как-то взвеситься и так меню меню будет состоять из четырех элементов сегментов это завтраки обеды и ужины салаты перед тем как я расскажу какое меню будет у нас сразу отвечаю на самые часто задаваемые ваши вопросы связанные с меню и так можно ли менять обеды и ужины местами потому что на обед у нас всегда суп на ужин у нас ну какое-то такое основное более серьезное блюдо ответ звучит так если у вас нет эпизодов ночного заедания переедания то есть если вы сможете да и вам будет комфортно поесть вечером на ужин суп и до утра вы себя будете хорошо чувствовать возможно перекусите там яблоком бананом выпейте стакан кефира или йогурта и все будет отлично тогда вы можете менять приемы пищи местами но если у вас так же как у меня случались или продолжают случаться до эпизоды ночного переедания то конечно же наш плотный ужин за три часа до сна включающий в себя основное блюдо и щедрую порцию салата либо другого овощного блюда это залог нашего спокойного сна чтобы мы еще раз холодильник не навещали и конечно же это еще залог нашего снижения веса потому что если вы целый день держитесь стараетесь а к вечеру набрасываетесь на холодильник то результаты как бы не особо результативные скажем так далее меню которое я составила она максимально простое я подбирала все блюда под осень то есть чтобы было доступно всем учла какие-то ваши пожелания потому что они были это хорошо это очень сильно помогает мне в работе итак начинаем завтраков еще хочу сказать что меню вы сможете найти в описании под видео я его не забуду сразу добавить и вы сможете его распечатать либо просто в любой момент открыть и повторить переписать себе и так далее и так начали завтрак первый самый завтрак простой вкусный полезный это омлет с сыром 2 яйца 60 миллилитров молока и около 50 граммов сыра то что нам понадобится як еще одна ремарка завтрак мой всегда это 400 миллилитров свежесваренного кофе которое я пью с молоком и двумя чайными ложками сахара пью кофе утром даже сейчас так мы живем серби иногда при днем ну и просто многие спрашивали можно ли пить там сладкий чай или сладкий кофе если вы пьете чай или кофе то это должны быть натуральные чьи то есть чай листовой они из пакетика я кстати пив пакетиков не очень хорошо но так бывает вот или если вы пьете кофе то пусть это будет кофе одни там три в одном а хороший кофе который вы заварите и получите удовольствие и так следующий завтрак это творог с йогуртом с добавлением сметаны и ягоды к творогу вы можете добавлять разные можно назвать этот топпинге наверное добавки вы можете взять орехи добавить туда еще мед добавить свежих ягод порезать яблок добавить пару ложек варенья взять замороженные ягоды сушеные ягоды в общем все что есть у вас можно добавлять естественно если вы добавляете там джем или варенье то это должно быть варенье которое сварено с минимальным количеством сахара мы сейчас вот так делаем в мультиварке сварилась яблочное варенье но на вот огромную тату 4 литра чашу мы добавляем 100 грамм сахара и такое варенье я храню в холодильнике ну и ем его на самом деле не каждый день так иногда побаловаться так про творог я надеюсь все ответил еще важный момент что творог должен быть нормальной жирности потому что зачастую все кто хотят снизить свой вес выбирают там творог ноль процентов или два процента от такого творога нашему здоровью нашему организму толку нет и от этого вы быстрее на самом деле не похудеете поэтому творог и хотя бы пять процентов оптимально 9 или 18 у меня сейчас вообще 25 процентный творог и все замечательно потому что молочные жиры очень важны для женского организма помогают иметь здоровую кожу чтобы дано не обвисала в процессе похудения здоровые волосы ногти и так далее поэтому употребляйте творог нормальной жирности следующий завтрак это каша манная плюс сыр кашу я всегда ем сыром на завтрак это очень сильно помогает потому что несмотря на то что каши да это медленные углеводы но вот именно это сочетание каша и кусочек сыра тоже где-то около 50 граммов замечательно на долгое время насыщает поэтому не пренебрегайте сыром еще манную крупу мы берем твердых сортов ищите надпись на упаковке марка т симолина на не сейчас вот перед тем как мы уехали на некоторых упаковках хотя на марка м просто писали симолина ну вот не знаю зачем поэтому будьте внимательны и не можете найти манку твердых сортов значит сварите я не знаю пшенную кашу возможно кукурузную поленту вы можете найти да это кукурузная манка то есть не обязательно фокусироваться на манке можете что-то найти в любом да что касается меню измените посмотрите себе другую кашу которая вам нравится которая есть именно у вас и так наше меню будет очень вкусным потому что я хочу моя задача за вот эту неделю до на которую мы с вами составили меню показать вам тем кто еще не попробовал что снижать вес можно комфортно снижать вес можно вкусно поэтому четвертый день на завтрак у нас кекс праздничный его можно готовить с морковкой тыквой яблоком вот рецепт как всегда простой приготовим с вами порция выпечки до 250 граммов дальше у нас каша овсяная самый обычный геркулес все каши я варю на молоке пополам с водой немножечко присаливаю добавляю кусочек сливочного масла я не добавляю сахара не при варки не после потому что например для меня сейчас каша которая сварена на молоке на и так сладкая я ем ее сыром там ну чем-то семья в принципе остальные добавляют себе мед но это опять дело такое кому как нравится кто как привык дальше мы с вами приготовим пиццу из-за лаваша или из забыла как по другому еще называются вот такие круглые лепешки потому что здесь я в магазине нашла лепешки которые не содержат каких-то ненужных совсем добавок просто самые обычные лепешки и поэтому мы с вами приготовим быструю быструю вкусную пиццу нам потребуется только сковорода ну и собственно говоря сами лепешки дальше мы еще приготовим супер простую вкусную творожную запеканку потому что все кому я давал этот рецепт допустим кто у меня на личном сопровождении был все были в восторге спрашивали можно еще один день готовить творожную запеканку поэтому я для вас собрала самые вкусные рецепты и так завтраками мы завершили дальше супы я всегда варю минимум на два дня потому что этот ну просто удобно все время стоять у плиты и абсолютно не хочется поэтому начинаем обеды суп пюре или крем суп из цветной капусты он тоже покорил многих а бабушка моя его попробовала здесь впервые и теперь ее фавориты это суп невесты тыквенный суп и вот суп из цветной капусты так что мы с вами обязательно приготовим его потому что он очень вкусный дальше будем готовить суп на два дня дальше фаворит моих детей я думаю всех детей это суп с фрикадельками он готовится просто он готовится быстро и на самом деле подходит для тех людей которые снижают вес потому что ну ничего такого они содержат дальше сейчас осень и многие спрашивали будут ну в сообществе вайбер я видела и в комментариях будут ли рецепты сквашеной капусты да обязательно поэтому мы с вами приготовим щи и сквашеной капусты также будем готовить на два дня и седьмой день это суп невесты но он у нас автоматически приходит на 8 дальше переходим к ужинам спрашивали про суп продукты поэтому я заранее купила говяжью печень печень я просто обожаю сочетание печени с грушами поэтому я буду готовить печень с грушей если для вас такое сочетание покажется экзотическим то вы можете приготовить печень тем способом которые привыкли на гарнир у нас будет рис самый обычный белый рис да можно употреблять ужин и я также готовлю на два дня потому что ну это тоже удобно чем каждый день что тут наготавливать дальше мы приготовим с вами говядину и булгур это удобно делать мультиварки мне очень нравится поделюсь с вами рецептом и плюс как всегда готовим в одной кастрюле так говядина с булгуром у нас тоже на два дня то что мы сейчас готовим на один день это целиковая курица которую я запекаю в духовке с яблоками но сейчас нам ее на шестерых такую хорошую такую плотненькую курочку нам ее хватает на один раз на всю нашу семью и туда добавляем много много яблок потому что обожаю это сочетание вот приготовим с вами курицу с яблоками в духовке это вкусно просто и кстати экономично дальше шестой и седьмой день мы с вами приготовим индейку в духовке с сыром или отбивные из индейки честно я еще пока не решила вот как ваше вдохновение как у вас будет да как у меня будет посмотрим но что-то с индейкой мы приготовим возможно в духовке потому что она у нас уже заработала это отлично вот так теперь салаты это икра овощная этот рецепт уже есть это очень удобное осеннее блюдо потому что мы всегда это овощной икры готовим 5 где-то литров туда идет лук морковка свекла то есть все что нужно для того чтобы чувствовать себя отлично экономить финансы и получать достаточное количество клетчатки дальше опять квашеная капустка моя любовь будем с вами готовить винегрет поделюсь своим семейным рецептом дальше у нас будет салат с китайской капусты потому что она осенью и зимой тоже всегда вручает я ее на самом деле очень люблю еще салат с морковкой огурцом я недавно показывала меню это уже пятый день еще самое обычное свекла мы ее отварим и сделаем салат с маслом и чесноком обожаю свеклу и седьмой день мы сделаем тушеные овощи ассорти посмотрим какие овощи да буду я к этому дню и что-нибудь вкусное мы с вами обязательно приготовим эдак и так меню я вам рассказала напоминаю она будет в описании под видео теперь по порции значит завтрак у нас где-то до 300 350 граммов единственное что касается выпечки порцию около 250 но выпечка она такая как сказать более сытная более тяжелые вот сейчас для меня я например много не могу ее уже съесть вот поэтому дальше обеда у нас порция около 400 500 миллилитров ну то есть граммов да можно даже из 600 потому что лучше съесть еще пол порции супа чем потом сказать эх это мария мироневич ее супы меня не насытили пойду к я поем конфет вот поэтому если вдруг вам захотелось после обеда есть вы не насытились таким супом с непривычки то вы можете съесть еще пол порции супа либо выпить стакан воды подождать и поесть там не знаю яблоки в основном я все время им и главное запивать яблоки водой дальше про ужины ужин порция тоже где-то около 300 350 граммов меньшим количеством я не на не наедаюсь а вот и к ужину всегда салата или овощное блюдо вот этого я ем очень очень много то есть можно там не знаю полкило съесть овощного блюда и салата и честно вам ничего не будет кроме того что вы ощутите то что ваш живот полный но он на самом деле полный овощей и это очень хорошо это очень помогает когда ты привыкла есть за раз много до переедать день за днем и вот это чувство наполнения она на самом деле помогает и овощей достаточное количество употреблять это очень полезно для вашего пищеварения ну и вообще для здоровья а про перекусы про перекусы будет наверное отдельное видео это я про это говорила в подготовки к марафону поэтому возникли какие то вопросы по поводу перекусов обязательно пишите по поводу воды я думаю все знают не можете пить пока воду давайте сварим компоты сухофруктов из замороженных ягод заварите зеленый чай что еще можно в общем что то такое просто попейте чай там черный если вам нравится в общем вариантов много и самое главное все потихоньку потому что лишний вес у нас появился не за один день и не за один месяц и не за два и так далее то есть и соответственно для того чтобы привести свои пищевые привычки в норму ну и конечно же для того чтобы наладить свое пищевое поведение нам нужно время но самое главное что это работает поэтому завтра 1 ноября мы с вами начинаем уже второй марафон по методу мироневич я уверена что у многих будут замечательные результаты еще хочу сказать что завтра вас ждет сюрприз надеюсь что он вам понравится но сейчас надо заканчивать видео потому что мне нужно шикарный список которые как всегда пишут руки наше ваше наше меню добавить в описании загрузить видео на youtube для того чтобы все могли подготовиться к началу марафона если это видео было полезным для вас если вас вдохновляют скорое начало марафона и вы наконец-то решили что у вас все получится или даже может быть немножко сомневайтесь это тоже нормально самое главное мы все вместе и у нас получится потому что получилось у меня и все получится у вас я вам помогу не сомневайтесь в этом видео понравилось поставьте пожалуйста лайк оцените нашу работу если до сих пор не подписаны на канал но конечно же сделайте это добро пожаловать в наше супер позитивное сообщество с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра ну и конечно пошла покупать весы